В общем, взял я такси, попросил таксиста провести меня по самым злачным районам Дохи и там, где самые классные небоскрёбы стоят. Он меня, в общем, провёз по центру Дохи, вот по деловому району. И я пофоткал, там посмотрел все эти небоскрёбы, которые там стоят реально. Размер центра Дохи, там как Дубай-Марина, один район в Дубае, Дубай-Марина. Где-то такой примерно размер, вот. Но небоскрёбы там очень классные, очень крутые. В принципе, не хуже даже, чем в Дубай-Марине стоят. По высоте, ну, примерно тоже такие же, может быть, даже какие-то выше, я точно не знаю. Как бы очень таких высоких, прям супервысоких, там метров по 400, там по 500, я не видел. Там в основном 300, там с чем-то, 200 с чем-то, 100 с чем-то, как будто так. Кстати, кому интересно, розетки в Катаре британские, вот. Точно такие же, как и в Сингапуре, точно такие же, как и в Гонконге, в Макао, в Эмиратах. Так, вот такие вот переходники, вернее, адаптер на британские розетки. Я его купил в Дубае на 2 ампера, на 2 выхода. По-моему, отдал Дубай за него 35 дирхам. Такое, в общем. По хапчику они мне обеспечивают двухразовое питание. То есть, один раз я уже покушал, сейчас вот она мне сказала после 12, типа, прийти за ланчем. Вот я сейчас пойду за ланчем, посмотрю, что там за ланчем. В общем, сказали, через 20 минут можно покушать. А сейчас я пройдусь по улице, поищу сувенирные лавки, чтобы купить себе каких-то магнитов на холодильник. Такие дела. Короче, улицу переходят вообще как хотят. Посредине перекрестка, блин, идет, мне вообще пофиг, мимо машин. Я тоже так буду ходить. Паркуются, короче, на тротуарах. Как хотят, заезжают, типа, раздалбывали эту плитку. В общем, напряжно как-то. Движуха такая. Набрал я себе пирожен на ланч и воду. Соков нет. Такие дела. Соков нет. Принял душик напоследок. Только что сдал карточку. Еще осталось где-то полчаса до трансфера в аэропорт. Сижу сейчас в лобе, отдыхаю. Довозят до аэропорта автобусом. А я один в автобусе. Вот так вот. В принципе, нормально. До вылета у меня еще два с половиной часа. Я успеваю, хотя пробки в этой дохе такие жесткие. Очень долго стоять в пробках на светофорах. Привезли меня на вход в аэропорт. Так вот тут все выглядит по-интересному. Надо заходить внутрь, искать свой гейт, проходить там можно.